коллеги доброе утро давайте еще минутку подождем пока остальные соберутся вот и начнем наш вебинар коллеги здравствуйте еще раз меня зовут артем коровин я являюсь ведущим экспертом компании академии бим сегодня мы с вами поговорим про среду общих данных и традиционно на пару слов про компанию прежде чем мы с вами начнем приступим к основной части мы компания с многолетним опытом в области информационного моделирования принимали участие в сопровождении крупных проектов таких как лахта центр и технопарк спербанка в нашей команде аккредитованные преподаватели и специалисты по различным направлениям мы также ведем разработку программных продуктов и приложений программным комплексом подтверждающий процесс информационного моделирования коллеги напишите в чате пожалуйста слышно ли меня видно ли меня вот если все в порядке просто можете поставить плюсик ну хорошо значит сегодня мы с вами поговорим про решение для хранения данных мы с вами разберем критерия основополагающие на которые необходимо обращать внимание при выборе среды общих данных данная информация будет полезна тем пользователям которые уже имеют обширный опыт работы со средами общих данных таких как на бим 360 например либо автодеск констракшн клауд простонародье ац и и для тех кто только задумывается о том чтобы внедрять среды общих данных в нам к себе в компанию также некоторые критерии мы рассмотрим на примере среды общих данных gstation который является одним из лидеров на сегодняшний день на рынке среды общих данных и поговорим про развитие данной системы а именно gstation на 2024 год начнем с критериев первым критерием идет миграция что это означает если вы уже работали в набим 360 либо в автодеск констракшн клауд и в связи с ситуацией которая сложилась на сегодняшний день на рынке вам необходимо перейти с одной айти системы на другую тем самым при этом перенести все данные которые были у вас в одной среде общих данных в одном хранилище в другое у вас есть принципе два варианта развития событий первое если у разработчика будет какой-то плагин либо скрипт который автоматизирует процесс переноса данных из одной системы в другую то это принципе хорошо если нет то вам придется все это делать ручками поэтому при выборе среды общих данных на это нужно обращать внимание но тут конечно же зависит еще от ситуации возможно у вас не было непосредственно среду общих данных вы в ней не работали и все данные и все данные у вас хранились на локальном сервере дальше администрирование в принципе у сред общих данных должно быть два уровня администрирования это администрирование аккаунта и администрирование проекта что это означает что касается администрирование аккаунта это по факту такой такой уровень администрирования когда у менеджера есть полномочия так скажем есть функционал создания проектов создания ролей компаний внутри системы контроль пользователей в том числе администраторов проекта внутри системы но непосредственно администраторы проектов это те пользователи те менеджеры которые контролируют процесс работы внутри определенного проекта то есть которому подпустил его администратор аккаунта непосредственно на это тоже нужно обращать внимание потому что администрирование это не только администрирование этого в том числе и рекламентирование доступа к документации поэтому это нужно обращать внимание то есть если не будет возможности ограничивать доступ пользователей к папкам к файлам да то тогда по сути то и смыслом может и не быть в рассмотрении той или иной среды общих данных те так таких где таких функций нет следующий критерий это sharing представим такую ситуацию если у вас во внутреннем контуре компании нету проектировщика но и соответственно он является он у вас на подряде работает и какой-то период времени вам необходимо передать ему пакет документов для внесения изменений но при этом например заказчик он не хочет платить за лицензии проектировщика до подряда но документы передать нужно поэтому есть такой инструмент sharing либо share либо поделиться с помощью которого создается ссылка и по этой ссылке передается пакет документов архивом то есть получается передается ссылка официально направляется официальным письмом ссылка на почту проектировщику и по этой ссылке проектировщик переходит и скачивает архив с документами там с моделями либо чертежами обычно такие ссылки они они временные либо по времени ограничения либо по количеству переходов по этой ссылке дальше техподдержка вот вы выбрали среду общих данных вы ее внедрили к себе в компанию но если у вас возникают какие-то вопросы то тут нужно понимать куда идти до непосредственно прямую к разработчику что может быть долго либо есть централизованная какая-то система по работе с клиентами да то есть техподдержка то есть на то как работает техподдержка как происходит консультирование клиентов по их вопросам и запросам тоже нужно обращать внимание при выборе сода дальше замечание согласование это одни из основополагающих функционалов сред общих данных что касается замечаний у пользователя должна быть возможность проставления замечаний как на 3d моделях если мы говорим про информационное моделирование моделирование так и на чертежах то есть проставлять замечание внутри этого замечания назначать ответственного потому что у проблемы должно быть должны быть фамилия и имя отчество да и после того как замечание было сформировано на почту направляется официальное письмо автоматически ссылкой на то место где было проставлено это замечание да после того как замечание все были устранены и замечание больше нету наступает стадия согласования если повторюсь нету никаких больше вопросов нет никаких больше замечаний то документация отправляется со статусом согласована в производство работ если же все-таки какие-то проблемы остались какие-то замечания остались то официальным письмом либо внутри среды общих данных документация направляется проектировщику но внутри среды общих данных если у проектировщика есть доступ к среде общих данных либо находится во внутреннем контуре компании ну а если он находится так скажем на периферии то повторно ему направляется ссылка дальше логирование логирование на терминологии среды общих данных это такой процесс формирование отчетности по действиям пользователей в рамках проектов либо в рамках определенных папок то есть как я уже говорил у проблемы должны быть фамилии и имя отчество ну и соответственно тут такая же история если файлов каких-то не хватает нужно посмотреть кто их ударил вот либо кто что там наворотил в каких-то папках и так далее для этого служит процесс логирования то есть формирование отчетности по взаимодействию пользователей с с элементами проекта так дополнительные модули но данный критерий он больше необходим для анализа как вообще разработчик взаимодействует с клиентом в плане если какие-то проблемы возникли с системой либо что-то нужно так скажем подкрутить то тут обращается внимание на то с какой скоростью так скажем разработчик устраняет эти проблемы вот и в том числе если допустим мы говорим что у нас платформы то есть у нас не отдельно взятая среда общих данных а изначально платформа и уже среда общих данных является одним из модулей этой системы то в принципе это говорит о том то что разработчик достаточно стремительно развивается вот и кроме среда общих данных он старается закрыть другими модулями еще и другие задачи потребности клиента просмотр последний но не менее важный и тут мы говорим про просмотрщик потому что среди общих данных пользователь должен иметь возможность просматривать файлы если мы говорим про информационное моделирование то файлы формата рвт а и все нвд как минимум если мы говорим про чертежи то dvg и pdf то есть мы должны иметь возможность открыть просмотрщик и небольшой спойлер просмотрщики в основном всегда выставляются замечания да и происходит основной анализ вообще документации либо 3d-модели если мы говорим про информационное моделирование и так это что касается критерия мы с вами их кратко рассмотрели еще раз повторю данные еще раз повторю что данные критерии необходимы вам тогда когда вы если у вас не было первых опыта работы со средами общих данных и допустим вы сидите на пресейле и у вас написан список из этих критериев и если вы галочки поставили рядом со всеми этими критериями то вы уже можете переходить на следующий шаг анализа IT-системы и уже смотреть более так скажем узконаправленно каким образом вообще подойдет ли вам эта система для решения для закрытия задач которые вам необходимо закрыть с помощью среды общих данных вот и получается то что данные критерии это так скажем пазл основные пазлы так скажем общей картины на которые необходимо в первую очередь обращать внимание то есть если данные критерии если данный функционал он учтен среди общих данных то можно уже переходить на следующий шаг анализа среды общих данных так коллеги напишите пожалуйста в чат хорошо ли меня до сих пор слышно нет ли каких-то прерываний и хорошо ли меня видно вы можете сразу писать свои вопросы в чат после того как я закончу вещать мы с вами все обсудим если у вас возникнут какие-то вопросы нужно было наверное в начале вебинара это сказать но я буду рассказывать примерно 30-40 минут вот да мы будем с вами общаться и по истечении этого времени буду отвечать на ваши вопросы если таковые возникнут окей идем дальше критерия ну и давайте рассмотрим некоторые критерии на примере среды общих данных gstation gstation на самом деле это модуль один из модулей платформы gtag то есть изначально есть платформа gtag у которой множество окружений модулей там объемы set management tender grand tender и так далее и gstation это один из основополагающих модулей который отвечает за организацию среды общих данных с администрирования с я уже говорил есть несколько уровней администрирования администратор аккаунта администратор проекта gstation если у пользователя есть доступ к модуле администрейшн то у него в принципе сразу есть весь функционал того и другого уровней администраторов то есть в gstation по факту нет разделения на администратора аккаунта и администратора проекта но при этом администратор может расширить функционал определенного пользователя который условно может стать администратором проекта но все таки он будет пользователем и таких вот админских прав там например назначение и назначение уровней доступа к папкам у него не будет что касается админки администратор в проекте должен иметь возможность создавать непосредственно проекти вернее не в проекте администратор должен иметь возможность создаватьStudy по факту администратор выделяет на сервере разработчика место для определенного проекта но по факту это если администратор вернее нажимает на кнопку добавить проект но еще проект создан по факту дальше компании компании это один из инструментов который с помощью которого мы так скажем распределяем пользователей в системе по по компаниям непосредственно в которых они работают чтобы понимать как какие подряды и вообще какие компании трудятся над тем или иным проектом роли роли это один из самых основных инструментов администратора потому что с помощью ролей администратор как расширяет функционал определенного пользователя так и ограничивает то есть администратор он создает роль и назначает но функционал в рамках определенных модулей этой роли также у администратор добавляет пользователей в систему и после того как и после того как были созданы проекты были созданы компании роли были сформированы и пользователи были добавлены в систему эти четыре сущности женятся внутри системы до то есть пользователи добавляются в проект им назначается компания и роли но еще и в принципе можно начать успешно работать среди общих данных вот дальше недавно в одном из последних релизов у в gstation появился функционал у администратора добавление кастомных атрибутов по сути атрибут это колонка с определенным типом информации на данном слайде вы видите как администратором был создан определенный тип атрибутов который называется дисциплина и был создан ряд атрибутов на сегодняшний день данные атрибуты они характерны только для согласований и замечаний и они необходимы для того чтобы можно было отфильтровать в реестре замечаний либо в реестре согласований определенное согласование либо определенное замечание с помощью данной атрибутивной информации ну конечно же в том случае если при создании замечания при создании согласования эти это эти атрибуты были использованы да если они изначально не были использованы то атрибут дисциплина будет пустым у элемента да и мы ничего отфильтровать не сможем кстати несколько слов про фильтрацию в реестрах замечаний в реестрах согласований достаточно гибкая история то есть если у вас реестр состоит из замечаний состоит из тысячи элементов и вам нужно найти какой-то элемент который находится внутри реестра да чтобы не скроллить словно говоря на мышкой вы можете ввести определенные ограничения по поиску и найти то замечание это согласование которое вам необходимо документы оборот документы обороты это основа основ средообщих данных да мы с вами сейчас от администрирования переходим уже к среде общих данных на что касается документы оборота g station в принципе в любой среди общих данных среди в любой среди общих данных документы оборот представлен виде древовидного формата то есть каталог он представлен в виде древовидного формата как мы видим на слайде у нас есть корневой каталог который называется все этот корневой каталог мы не можем никак изменять мы не можем изменять его название мы не можем его удалять. Можем добавлять только подгруппы. Также есть папки, подпапки. Уровень подпапки не ограничен. Можно сколько угодно делать этих уровней. Ну и на каком-то из этих уровней в папках у нас расположены файлы, элементы проектов. Ну и получается древовидная структура. Есть корень, все есть столб, веточки, листочки, да, ну и получается древовидная структура. Также, что еще мы видим в документообороте? Мы видим атрибутивную информацию, которая соответствует файлам. Напомню, что атрибутивная информация, это по сути колонки, которые несут в себе, так скажем, определенный тип информации. Для файлов эти атрибуты характерны как имя, версия. Про версии мы отдельно поговорим. Автор, размер, дата модификации, статус согласования, статус производства работ и замечания. Так, это что касается документооборота. Также необходимо сказать, что в одном из последних релизов появилась возможность, так скажем, взаимодействовать с такими типами файлов как DWG, IFC и NVD. Про это мы поговорим еще чуть позже. В принципе, мы любой формат можем хранить в хранилище, в документообороте, в Gstation, да, но не все типы файлов мы можем с вами открыть в просмотрщике. Но мы поговорим про это, когда перейдем непосредственно к просмотрщику. Про версии. Представим такую ситуацию. Вот мы выставили ряд замечаний проектировщику, проектировщик принял их в работу, внес какие-то изменения в информационную модель, например, и выгрузил обратно в среду общих данных. Но это в том случае, если у проектировщика есть лицензия и доступ к хранилищу. Вот. То, как мы можем изначально представить, каким образом все это дело загрузится. Если это загрузится как отдельная копия, то это не очень хорошо. В средах общих данных файлы должны, вернее, одни и те же проекты, одни и те же файлы, но с изменениями их редакции должны храниться как бы одной строчкой. И при нажатии на кнопку «История версии» должно появляться такое окошко, где мы можем выбрать ту или иную версию, ту или иную редакцию для ее анализа. То есть, если вы заметите, рядом с версией 2 стоит подпись «Текущая версия», это говорит о том, что мы можем сделать не только вторую версию «Текущую», но и первую, ну и третью. Ну, в принципе, неограниченное количество, в зависимости от того, сколько редакции, сколько версий файлов. Вот. Ну, еще раз повторю, если файл у вас сохраняется, если вы будете анализировать какую-то среду общих данных и файлы при загрузке в систему будут сохраняться как копии, и у вас будет, ну, просто огромный реестр из этих файлов, то это уже не среда общих данных, это уже Google Диск. Вот. Так. Дальше. Просмотрщик. Что касается просмотрщика, в последнем релизе добавилась возможность выгружать 3D-модели в систему с планами этажей. То есть, если вы обратите внимание, слева, там, где виды и страницы, есть вкладка 2D. Если мы на нее переключимся, мы увидим планы, которые выгрузились с информационной моделью. Ну и, соответственно, вкладка 3D, где мы видим наши 3D-модели. Что касается просмотрщика G-Station, он абсолютно интуитивен, особенно для тех, кто много работал с GIM 360, то есть, фактически тот же самый набор инструментов, и вместе с, так скажем, подгрузкой планов этажей, вместе с информационной моделью в последнем релизе добавилась функция заметки. Для тех, кто не знает, расскажу. Для тех, кто знает, повторю. Значит, заметки – это такой функционал, с помощью которого мы можем оставлять заметки внутри модели, внутри чертежа, например, любого документа по факту, который может открыть система. То есть, например, мы нашли какую-то проблему, мы ее обвели вот таким вот облачком, как показано на скрине, написали комментарий к проблему и сохранили. Заметка дальше просмотрщика никуда не идет. То есть, у нас нет отдельного реестра как для замечаний, так и для согласований. Мы не можем общаться внутри заметок, мы не можем назначать ответственного на данную заметку и так далее. То есть, мы просто ее создали и она у нас есть. Возможно, когда-нибудь мы к ней обратимся. Что с ней можно сделать, так это можно ее удалить. Вот и все. Да, по поводу просмотрщика. Как я уже сказал, недавно появилась возможность просматривать, вернее, появилась поддержка форматов таких как DWG, IFC и NVD. Хоть бы ничего не выпустил. Что касается замечаний. Замечания в среде общих данных G-Station назначаются тремя способами. Первое. Эти замечания мы можем настроить внутри просмотрщика. То есть, внутри просмотрщика мы нажимаем на кнопку «Создать замечание» и заполняем атрибутивную информацию вручную. Или же мы можем создать шаблон, использовать этот шаблон. Или же мы можем в реестре замечаний создать это же замечание и уже его прикрепить к элементу модели. Но это уже нюансы. Но основная тенденция такова. То есть, при формировании замечания мы выбираем элемент, ставим точку. Как вы видите на слайдах, цвет точки говорит о ее статусе. Вернее, о статусе замечаний. Если цвет зеленый, значит замечание завершено, устранено. Если цвет желтый, например, то в работе. Если серый, то не помню, честно говоря, какой там статус. Но, по-моему, не активен. Вот. И есть еще статус. Вернее, цвет синий. Это когда мы уже отправляем официальный ответ по данному замечанию. Поэтому давайте пару слов про то, как в G-Station мы работаем внутри определенного замечания. Значит, сверху, там где написано завершен, мы можем менять статус замечания. Но только в том случае, если он не является завершенным. То есть, когда статус завершен, то все. А замечания мы ничего делать не можем. С правой стороны у нас есть ссылка на элемент проекта, куда мы можем, скажем, перейти и посмотреть, где было назначено замечание и непосредственно как мы даем ответ. После того, как проектировщик, например, ответственный в рамках данного замечания произвел какой-то анализ, внес изменения, он отправляет официальный ответ. Ответственный, вернее, тот, кто создал замечание, он должен дать официальный ответ. Фидбэк, вернее, на официальный ответ. У него есть несколько вариантов. Либо отклонить, либо принять, либо удалить официальный ответ в принципе. Вот. Как мы здесь видим, да, все записывается. История также записывается, работы в рамках данного замечания. Ну и в конце, если тот, кто создал замечание, принимает официальный ответ, то статус замечания официально переходит в завершён и всё, замечание закрывается. Вот таким вот образом в G-Station мы работаем с замечаниями, отрабатываем замечания. Согласование. После того, как замечания были все устранены, то мы переходим к процессу согласования, то есть выделяем элементы, которые необходимо отправить на согласование, ну их отправляем соответственно. В рамках согласований мы на каждом шаге можем назначать одного или нескольких рецензентов. Рецензенты – это те специалисты, фидбэк от которых нам необходимо получить, чтобы закрыть определённый этап согласования, определённый шаг согласования. У нас может быть один рецензент, у нас их может быть целая роль, да, мы понимаем, что там архитекторов может быть человек 30, а в таком случае нам на данном шаге нужно получить все 30 ответов, чтобы его закрыть, либо же при формировании шаблона согласования указать минимальное число пользователей, ответ от которых необходимо получить для закрытия этого шага. на финальном шаге главный, так скажем, отправитель на согласование файлов, он выставляет статус согласования каждому элементу, так скажем, архива, сета документов, и если у нас файлы согласованы, то они могут автоматически отправиться с соответствующим статусом в папку согласовано, либо же, если у нас файлы согласованы замечаниями, либо назначен статус согласования отклонено, то они отправляются на доработку, да, то есть, например, замечания какие-то не были устранены в новой версии. То есть работает это именно вот так. Ну и пару слов про развитие программы IT-системы для организации среды общих данных G-Station. Как я уже сказал, что при выборе среды общих данных на сегодняшний день нужно смотреть не только на функционал, с которым вы будете работать сегодня, если вы потенциально закупите лицензии и внедрите систему в свою компанию. Нужно еще смотреть на то, как разработчик взаимодействует со своим клиентом, насколько быстро он устраняет проблемы, насколько быстро он, так скажем, удовлетворяет «хочу» клиента, да, чтобы закрыть определенные задачи, вот, и вообще каким образом развивается продукт, насколько стремительно. Вот это сейчас очень важно, потому что если мы берем, например, среду общих данных А и среду общих данных П, да, у среды общих данных А нет админки, а у среды общих данных Б есть админка, то по факту при анализе этих двух среды общих данных пользователь, конечно, выберет среду общих данных Б, но в следующем квартале может выйти админка и у среды общих данных А. А, например, среда общих данных Б не сдержит какое-то там обещание и не выкатит какую-то определенную фичу. То есть вот тут вот возникает вопрос, а какую среду общих данных выбрать. Поэтому нужно, во-первых, изначально акцентировать внимание на ключевых критериях, потому что это основа, основ работы и организации среды общих данных и смотреть уже на то, как действительно разработчик ведет себя по в отношению к пожеланиям клиента. Что касается дорожной карты развития продукта на 2024 год. В 2024 год планируется поддержка форматов таких как XLS, X, DOCS, DWF-X и других. Что это означает? То есть я сказал, что в последнем релизе появилась возможность открыть в просмотрщике файлы формата DWG и FCNVD и пока что невозможно, допустим, открыть и посмотреть какую-нибудь табличку. Это будет в втором квартале 2024 года, по крайней мере, планируется. Дальше. Когда мы говорим о производстве работ, когда все замечания были устранены и после согласования документации мы отправляем на производство работ, в средах общих данных, в принципе, есть возможность проставлять штампы и QR-коды. Да. Вот. Это также планируется на первый квартал 2024 года. Дальше. Реестр, согласованный, выданный в производство работ документации. Просто у нас будет еще один реестр, кроме замечаний, согласований, пользовательские атрибуты на файлы. Я говорил, что сейчас можно создавать атрибуты на замечания и согласования, а кастомные атрибуты на файлы пока что нельзя. Но вот это планируется. Дальше. Это фильтрация, то есть развитие фильтров, так скажем, на замечания во вьюере и, в принципе, поиск и фильтрация документов. Развитие ролевой модели прав доступа, то есть она сейчас в G-Station достаточно flexible, достаточно гибкая, но планируются еще какие-то нововведения и работа с 2D-проектами на листах информационной модели и улучшение скорости стабильности работы. Вот. Коллеги, в принципе, это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Я ровно уложился в 40 минут. Поэтому, если у вас есть вопросы, обязательно их задавайте. Обязательно задавайте. Вот. И постараюсь ответить на все вопросы. Так. Вопрос. А кнопку до загрузки когда уберете? Прошу прощения, но вопрос не ясен. Можете пояснить, пожалуйста, кнопку до загрузки? Я боюсь быть голословным, но, скорее всего, я не понял вопрос. Что вы имеете в виду? Какая кнопка до загрузки? Загрузки чего? Файлов в среду общих данных или что-то вы еще имели в виду? Ну, я точно ее не уберу, потому что я не являюсь разработчиком среду общих данных. Это больше вопрос к Gmini. Есть реализация зон shared, work in progress и прочих? Да, конечно. В принципе, что такое shared, work in progress и прочие? Это, если я правильно понимаю, это папки, да, work in progress, то есть где происходят все основные процессы работы с файлами shared, это та зона, где файлы доступны абсолютно всем пользователям. То есть это мы говорим про админку, про административные функции, настройки уровня доступа к папкам. Вот, поэтому да, конечно. Нужно, чтобы проект загружаясь в первый раз. Я с вами абсолютно согласен, но как вот я на предыдущем слайде показал, это улучшение скорости и стабильности работы первый квартал 2024 года. Поэтому, я думаю, я на ваш вопрос ответил. Так, еще вопросы, коллеги. Так, пока я жду вопросы. Коллеги, у нас есть замечательный телеграм-канал Академии BIM. По данному QR-коду вы можете пройти и подписаться для того, чтобы получать интересные новости и анонсы последующих вебинаров. Так, коллеги, еще вопросы. Ну, смотрите, если у вас вопросы возникнут после вебинара, вы можете к нам обращаться. Мы проведем вам более подробный пресейл, потому что все-таки в рамках сегодняшнего вебинара я затронул такие ключевые критерии среды общих данных. Я не специфицировал, так скажем, анализ среды общих данных. Поэтому обращайтесь, проведем более подробный, так скажем, анализ и пресейл. Так, где хранятся данные в облаке? Да, смотрите, G-Station, если мы говорим про G-Station непосредственно, то это веб-программа, файлы хранятся на серверах Яндекс. То есть это, ну, в том числе у G-Station есть возможность, так скажем, развернуть хранилище на локальном сервере компании. Вот, но так в целом да, то есть это веб-программа и данные все хранятся в облаке на сервере Яндекса. Так, еще минутку, пару минут подождем. Я думаю, мы сможем заканчивать наш вебинар. Ну, я думаю, вопросов больше нет. Коллеги, спасибо большое за внимание. Спасибо большое отдельное тем коллегам, которые задали свои вопросы. Повторюсь, если возникнут вопросы после, обязательно обращайтесь в Академию BIM. Мы вам поможем подобрать софт, как и для средств общих данных, так и по другим направлениям при необходимости. Вот, поэтому всего вам доброго и хорошего продуктивного дня. Всего доброго. Пока.